Всем большой привет! Вы на канале на кухне у цыганочки. Давайте сегодня испечем с вами вкусный, хрустящий, ароматный домашний хлеб. Готовлю по этому рецепту очень давно. Готовится он в рукаве для запекания. Получается просто идеальный рецепт. Если вы никогда не готовили хлебушек, попробуйте по этому рецепту. Получится даже у начинающей хозяйки и будет просто идеально. Завожу мягкое вкусное тесто. Для него я беру 1 чайную ложечку соли, 1,5 чайных ложечки сахара, быстродействующие дрожжи. У меня здесь примерно 11 грамм. Можете заменить свежими дрожжами. Тогда возьмите примерно 18-20 грамм. Полный рецепт вы найдете под видео в описании. Вливаю стакан воды, тепленькой, чуть-чуть теплой. Горячую не вливайте, чтобы дрожжи у вас не погибли. 250 миллилитров у меня здесь. И также я вливаю молоко. 100 миллилитров, тоже тепленькая, комнатной температуры. Молоко можете не взять, можете взять только одну воду. Но с молоком мне нравится больше. Получается более нежный вкус. Соловую ложку подсолнечного масла. Можно взять оливковое. Растворяем соль, сахар. И дрожжи тоже сейчас активируются и начнут работать. Мука просеянная, 450 грамм. И замешиваем мягкое тесто. Получается мягкое, приятное на ощупь тесто. И оно практически не липнет к рукам. Если оно немножечко и липнет к рукам, то есть это не критично, не слишком. Отправляем его обратно в чашку. Накроем сейчас пленкой. Убираем его в теплое место и ждем, когда оно поднимется. Это примерно займет час. Тесто уже очень хорошо подошло. Смазываем руки подсолнечным маслом немножечко. Также еще и стол смажем. И тесто нужно обмять. Посмотрите, какое воздушное получается тесто. Обминаем его немножечко. И сейчас сформируем из него батон. Можете испечь круглый хлеб. Я не использую скалку. Вы можете использовать, если хотите. Я просто вот так вот растягиваю его руками. Оно заодно и обминается. И формирую из него вот таким способом. Очень простой и легкий способ сформировать батончик. Придаем батону форму, чтобы он у нас был более-менее ровненький. Острым ножом делаем несколько вот таких вот надсечек. Берем пакет для запекания и отправляем сюда батончик. Край рукава собираем здесь и завязываем. Он должен постоять, отдохнуть 15-20 минут. А за это время включаем духовку на 180 градусов. Она разогреется. Печь буду до красивого золотистого цвета примерно минут 50-час. Перекладываем хлеб из противня. А запах какой великолепный. Ничего не сравнится с запахом домашнего хлеба. Очень вкусно пахнет. Сразу же вскрываем пакет аккуратненько, чтобы не обжечься. В пакете хлеб не оставляем. Переложить нужно его на решетку, чтобы он остывал. Рукав сразу же, конечно, убираем, чтобы он не отсырел. В нем, посмотрите, какой получился хлебушек. Пусть стоит, остывает. Он у меня еще теплый, но я уже его хочу разрезать, так как очень вкусно пахнет. Вот такая вот булочка хлеба у меня получилась. Или батончик. Как хотите, так и называйте. Такая вот красота. По весу он получается 800-900 грамм. Давайте разрежем его и глянем. Почему готовлю хлеб именно в пакете для запекания? Мне очень нравится, потому что он практически не крошится и очень долго остается свежим, не черствеет. Готовьте, вам тоже понравится. Всем приятного аппетита, хорошего настроения, здоровья. Я вам буду очень благодарна за обратную связь. Пишите в комментариях, готовили ли хлеб в рукаве. Понравился вам этот рецепт или нет. Мне очень нравится. Это один из моих любимых рецептов. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать на колокольчик. Ставьте лайк, если понравился рецепт. И до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока!